совершенно неожиданно выпустила приднестровская республика вот такую монетку номинал неожиданный 25 рублей но человека которому он рассказывает этот номинал так скажем достоин и этот человек тот самый мюнхаузен ну что сказать был был такой человек как это неудивительно вот он знаменитый литературный персонаж анекдотические рассказы всевозможные вот невероятные приключения путешествия всем известная легенда о том как он летал на пушечном ядре вот как раз вот этот момент и запечатлен на монете он пролетает над крепостью вот всем известно вот так же как он ухватывался за утиные лапки чтобы пролетать немножко над землей вот видел как росло дерево на голове у оленя его имя давно стало нарицательным как бы значение человека рассказывающие воображаемые истории о мюнхаузене уже больше двух столетий пишут книги снимают фильмы мультфильмы ставят спектакли его именем даже названо психическое заболевание когда человек не может достоверно передать конкретную информацию но тем не менее вот такая вот вот такое событие еще раз напомню монета выпущена в честь трехсотлетия со дня рождения барона мюнхаузена то есть вот не всем известно что вот в основе этих всех небылиц лежит реальная история мюнхаузен действительно существовал полное его имя карл фридрих ероним барон фон мюнхаузен родился он 300 лет назад 11 мая 1719 года недалеко от немецкого города ганновер он был пятым из восьми детей в семье основателем рода мюнхаузена считают рыцаря хейна который в 12 веке принимал участие в крестовом походе под предводительством императора фридриха барбароссы потомки хейна погибали в войнах между усобицах и лишь один из них уцелел поскольку был монахом от него то и началась новый вид фродо мюнхаузен обозначает дом монаха именно поэтому на гербах всех мюнхаузенов изображен монах с посохом и книгой с 1752 года до самой смерти мюнхаузен жил в баденвердере и общался по преимуществу соседями которым рассказывал поразительные истории о своих охотничьих похождениях приключениях в россии такие рассказы проходили в охотничьих павильон построенный мюнхаузен и увешанными головами диких зверей известен как павильон лжи рассказы барона о въезде в петербург на волке запряженном сане о коне разрезанном пополам в очакове о коне на колокольне о взбесившихся шубах или вишневом дереве выращившем на голове у оленя широко расходились по окрестностям и даже проникли в печать но с сохранениями присвоенной анонимности в 1781 в берлине вышел путеводитель для веселых людей где 18 рассказов излагались уже от имени вполне узнаваемо узнаваемого мхзна а вот так вот сократили барон узнал себя в этих историях и понял что это он мог написать и после этого он кричал на каждом углу чтобы университетские профессора бюргер и лихтенберг опозорили его на всю европу историк эрих распе в 1786 году написал на английском языке книгу которая навсегда ввела барону в историю литературы рассказы барона мюнхгаузена его чудесных путешествиях и компаниях в россии труд стал настолько популярен что брэденвердер стали стекаться зеваки поглядеть на барона лжеца престарелым мюнхгаузену пришлось ставить вокруг дома слуг чтобы гонять любопытных у барона было несколько прозвищ барон лжец король лжецов вране в руна всех вролей и вот когда барон рассказывал свои невероятные истории то слушатели были уверены в том что он был не в себе однако мюнхгаузен в присутствии аудитории испытывал вдохновение и говорят так что сам верил во все что он говорит единственный портрет мюнхгаузена работы брукнера 1752 года изображающего в форме кирасира был уничтожен во время второй мировой войны однако в описаниях портрета говорится что барон был человеком сильного и пропорционального телосложения с крупным правильным лицом визуальный образ мюнхгаузена как литературного героя это сухонький сыречок с лихо закрученными усами и испаньолкой этот рассказ был создан иллюстрациями густава даре в 1862 году в экранизациях мюнхгаузен предстоит высоким худощавым человеком комического вида в 1790 мм у мюнхгаузена умерла его супруга якобина через четыре года он женился на 17-летней бернардине фон брун которая вела крайне расточительный легкомысленный образ жизни и вскоре родила дочь 75-летний барон не признал ребенка после этого он затеял скандальный и дорогостоящий бракоразводный процесс и вот в результате которого разорился жена сбежала за границу это подорвало силу мюнхгаузена и вскоре после этого он умер в бедности от апоплексического удара перед кончиной он рассказал свою последнюю шутку на вопрос ухаживающей за ним служанки как он лишился двух пальцев на ноге отмороженные в россии мюнхгаузен ответил их откусил на охоте белый медведь вот такая вот вот такое вот интересное событие ну мне барон мюнхгаузен запомнился по как актер янковский в фильме тот самый мюнхгаузен и мне хотелось бы что ли как-то вам напомнить цитаты из этого фильма что ли которые мне больше всего понравились это звучит примерно так мой лучший друг меня предал моя любовница отреклась я улетаю налегке ты меня заждалась дорогая извини меня задержал ньютон после свадьбы мы сразу уехали в свадебный путешествие я в турцию жена в шейцарию и прожили там три года в любви и согласии да здравствует развод он устраняет ложь которую я так ненавижу мы были искренне в своих заблуждениях завтра годовщина твоей смерти ты что хочешь испортить нам праздник вы утверждаете что человек может поднять себе за волосы обязательно каждый здравомыслящий человек просто обязан время не от времени это делать но не меняться же мне из-за каждого идиота будучи в некотором нервном возбуждении герцог вдруг схватил подписал несколько прошений разводе со словами на волю всех на волю я не боялся казаться смешным это не каждый может себе позволить господин барон вас давно ожидает он с утра в кабинете работает заперся и спрашивает томас не приехал ли еще господин пастор я говорю нет еще он говорит ну и слава богу осень вас ждет очень имеешь любовницу на здоровье сейчас все имеют любовницу но нельзя же запускать чтобы на них женились это аморально чтобы влюбиться достаточно минуты чтобы развестись иногда приходится прожить 20 лет вместе неужели обязательно нужно убить человека чтобы понять что он живой Продолжение следует...